Наступление украинских сил продолжается сейчас на Бердянском и Бахмутском направлениях. По словам спикера генштаба Андрея Ковалева, на Бердянском направлении идут бои в районе села Макаровка и сел Новоданиловка и Новопрокоповка Запорожской области. На Бахмутском направлении подразделения вооруженных сил Украины вели штурмовые действия на направлениях Раздоловка-Краснополовка и Берховка-Ягодная имели успех. Там, где украинские воины обороняются, ни одной позиции не потеряно. В то же время Институт изучения войны писал, что предыдущие сутки ВСУ вели наступление на трех участках фронта и имели подтвержденные успехи. За последние три дня силы обороны Украины продвинулись на расстоянии от 200 метров до полутора километра и освободили три квадратных километра. Аналитики в том числе цитируют замминистра обороны Анну Малер, накануне подтвердившую продвижение ВСУ от 200 до 500 метров на участках Бахмутского направления и от 300 до 350 метров на Запорожском направлении. Также бои продолжались в западной части Донецкой области и в западной части Запорожской области к югу от Орехова. Кроме того, украинские защитники уничтожили мини-аэродром оккупантов, с которого те окошмарили дронами наших военных. Об этом рассказал представитель Луганской областной военной администрации Артём Лысогор в эфире телемарафона. За последние дни враг очень активно начал использовать ланцеты и все другие летающие аппараты для того, чтобы поразить наших ребят. Однако наши ребята обнаружили место запуска и его уже уничтожили. Также ВСУ продолжает атаковать позиции вражеского РЭП, так как это оборудование затрудняет украинские атаки на Таврическом участке фронта. В то же время аналитики и эксперты отмечают, что пока речь не идет о широких наступательных действиях. Джо Байден настаивает на вступлении Украины в НАТО. В частности, президент США и его команда находятся в разгаре важного разговора с другими членами НАТО о том, как и когда Украина сможет присоединиться к Альянсу. Вопрос о членстве Украины в НАТО является одним из нескольких вопросов, которые лидеры будут обсуждать на встрече в литовской столице Вильнюсе в середине июля, сообщает Униан со ссылкой на CNN. В то же время генеральный секретарь Альянса Йенс Толтенберг подчеркнул, что для справедливого и прочного мира надо обеспечивать Украину поддержкой, потому что это единственный способ, чтобы освободить оккупированные территории. Об этом он сказал на брифинге в начале заседания министров обороны членов НАТО в Брюсселе. Мы не видим каких-то признаков от президента Путина и России, что они в действительности готовятся к миру или любым настоящим переговорам. В то же время, чем больше земли Украина способна отвоевать во время контрнаступления, тем сильнее будет ее позиция за столом переговоров. Также Столтенберг уверен, чем более успешным будет украинское контрнаступление, тем более вероятно, что на определенной стадии президент Путин осознает, что он не может выиграть эту войну на поле боя и что он будет вынужден сесть за стол переговоров. Украина перешла в контрнаступление. Мы видим ожесточенные бои. Пока еще рано. Но мы также видим, что украинцы добиваются успехов и что Украина способна освободить оккупированные земли. Также генсек НАТО отметил, что Альянс рассмотрит увеличение расходов на оборону. Кроме того, издание The New York Times пишет, что на саммите НАТО Украине могут предложить израильскую модель безопасности. Тем временем в Брюсселе перед заседанием в формате Рамштайн министр обороны Резников встретился с главой Пентагоном Ллойдом Остином. «Всегда приятно встретиться со своим другом и коллегой Алексеем Резниковым. Почти 50 стран, принимающих участие в сегодняшней контактной группе по обороне Украины, объединяются с вами и мужественными защитниками Украины», – написал Остин в своем твиттер. Крыму снова неспокойно. Окупанты заявили об атаке беспилотников на полуостров. По словам коллаборанта Сергея Аксёнова, ночью над полуостровом зафиксировали якобы девять беспилотников. Шесть из них якобы сбили, а три заглушили и посадили средствами РЭП. «Один беспилотник сдетонировал в Красногвардейском районе, село Докучаево. Жертв нет. В ряде домов выбиты стёкла». Также российский телеграм-канал «Маша» публиковал фото обломков якобы с места событий. Тревожно было этой ночью и в Краснодаре. Такие звуки среди ночи слышали жители города. Также в оккупированном Донецке рано утром были хлопки. В Ленинском районе виднеется столб чёрного дыма. На месте работают пожарные, сообщают местные паблики. О причинах пожара пока не сообщается. В России презентовали так называемую нейросеть «Жириновский». Соратники покойного политика из либерально-демократической партии России представили проект на Петербургском международном экономическом форуме. И сообщили, что основная задача нейросети – просветительская. Ожидаемо голограмма Жириновского начала говорить характерные фразы российской пропаганды. «Мы не оставим наших соотечественников на произвол судьбы, и победа России неизбежна». Также разработчики хвастаются, что эта нейросеть может характерно раздражаться и ссориться. Однако, когда у виртуального Жириновского спросили, что нам делать с Украиной, он неожиданно ответил, что нужно закрыть границы и забыть про неё. «Россия должна заплатиться о своих гражданах, а не тратить ресурсы на непредсказуемую Украину. Уже они сами разбираются со своими проблемами». Напомним, Владимир Жириновский прославился своим одиозным поведением. Его политическая фигура была выгодна российской власти, и ему позволяли делать заявления, которые для Кремля были бы слишком скандальными. Умер Жириновский в возрасте 75 лет от сильного поражения лёгких на фоне инфицирования коронавирусом. Российский пропагандист Владимир Соловьёв выдвинул очередную странную мысль об Украине. Как сообщает Униан в своём пропагандистском шоу, он заявил, что президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден абсолютно управляем украинцами. По мнению Соловьёва, Украина якобы давала взятку действующему президенту США, причём многократно, когда тот был ещё на посту вице-президента. В итоге Байден стал президентом, а Украина, как считает Соловьёв, имеет стопроцентный рычаг давления на американского правителя. В Соединённых Штатов Америки должны возбудить дело против президента Украины, завмешать свои внутренние дела до сокрытия принципиально важной информации. Соловьёв добавил, что якобы поэтому Америка даёт любое вооружение Украине. А недели ранее, после того, как россияне взорвали Каховскую ГЭС, Соловьёв выдвинул идею, что нужно взорвать ещё и Киевскую ГЭС. Потому что тогда и без ядерного удара погибнет много людей. Владимир Соловьёв – один из наиболее одиозных пропагандистов Кремля. Он распространяет фейковую информацию и делает скандальное заявление, зомбируя ложью российское население. Российские пропагандисты распространяют фейко-ранение главы разведки Украины Кирилла Буданова. В частности, издание РИА Новости пишет, что якобы он получил ранение 29 мая во время российского удара по зданию ведомства разведки. Ракета якобы прилетела в соседний с Будановым кабинет. Также пропагандисты добавляют, что после ранения Буданова вывезли вертолётом на военную базу в Жешуве, а оттуда доставили в госпиталь в Германии. По словам пропагандистов, Буданов находится в тяжёлом состоянии. Представитель главного управления разведки Андрей Юсов в эфире канала Freedom сообщил, что с Будановым всё в порядке. Как дела у Буданова сейчас? Как его здоровье? Отличные дела, прекрасное здоровье, хороший аппетит. Десять минут назад буквально общался с командиром. В общем, полон планов и всё в работе. Напомним, ранее пропагандисты распространяли подобный фейк о главнокомандующем вооружённых сил Украины Валерии Залужном. Они писали о его тяжёлом ранении и гибели. Залужный, по словам пропагандистов, получил травму головы и осколочные ранения в результате российского ракетного удара. Вскоре Залужный записал видеообращение, в котором видно, что с ним всё в порядке, опровергнув фейк розпропагандистов. Редактор субтитров А.Сёмкин